Привет, друзья! Вы на канале Кефир. Лето и жара уже настало, и в такую погоду хочется чего-нибудь вкусненького, холодненького, освежающего. Всю жирную и сытную пищу мы оставим на холода. Мы с командой Кефира решили приготовить для вас серию роликов про холодные супы. Берем один рецепт, готовим его, пробуем и даем свои рекомендации. Оставить все так же или что-то в нем заменить. Вкусы у нас у всех разные. Я, отъявленный мясоед, Наташа, она в принципе не ест мясо, а предпочитает овощи. А моя жена Танюшка, она сейчас на диете и делает уклонно-молочные продукты. Поэтому вы сможете оценить полноценно, подходит вам рецепт или нет. А сегодня мы приготовим для вас свекольник на кефире. Погнали! Продукты для свекольника нужны самые обыкновенные. Это, конечно же, свекла, два огурца, яйца и зелень. Ну, конечно, кефир и еще один секретный ингредиент. Свекольник у нас трется, поэтому нам нужна мисочка и терочка. Делать это я буду сразу все в перчатках, потому что свекла продукт такой. Потом руки не отмоешь. Так, одна перчаточка, этого будет достаточно. Прочитала в интернете про свекольник и, честно, был удивлен. У нас в России почему-то, наверное, процентов 90 людей не знают про этот суп холодный. А раньше был он очень всеми любим, особенно у славянских народов. Поэтому очень интересно будет попробовать, посмотреть, что получится. Свеклу трем на крупной терке. У меня свекла примерно грамм. На выходе грамм, ну, 250 она была в районе 300, но почистилась. Так, следующее, что трем, это нам понадобится два огурца. Точно так же на крупной терочке трем. Да, забыл сказать, что все продукты должны быть холодными, прямо из холодильника. Потому что второе название этого супа, вы, наверное, уже тоже догадались, это холодник. Именно так его называли на Руси. Теперь займемся яйцами. Если видели видео мое про окошку, то уже знаете мой секрет. Белки я режу, а желтки я перетираю зеленью. Так намного вкуснее получается. Так, добавляем немножко хрена. Так, растираем желтками зелень, лук, хрен. Хорошенько растерли и добавляем сюда кефир. Так, все, желток разошелся, теперь сервировка. Делаем три порции. Так, здесь хорошенько перемешиваем огурцы, свеклу, зелень, наши белки. Так, все замечательно. Готово к сервировке. Надо немножко присолить нашу заправку. Так, теперь аккуратненько выкладываем наш свекольник. Так, раз порция. Два порция. Три порции. Передоливаем кефира. И для жидкости добавляем немножко воды. Потратил 15 минут. Наш холодный суп готов. Я его еще немножко охладил в холодильнике. Пора пробовать. Приглашаю к столу нашего первого гостя. Пойдем. Я попробую самый последний. Все-таки эксперимент. Вдруг это невкусно. Выбирай порции. Хорошо. Да-да, лучше возьми в руки. Выглядит аппетит. Самое главное, человек ест, состав не знает. Свекольник. Если невкусно, можно честно сказать. А то люди потом будут готовить. Нет. Похож на свекольник, но без ботвы. Так это и есть свекольник. Удивительно. Свекольник похож на свекольник. У нас, друзья, получилось. Ну, обычно свекольник я смотрю, а тут прям свекольник. Зелень мне нравится. Густой. Сейчас позовем второго гостя. Вот твоя ложка. Выбирай любую порцию. Это как окрошка, но только со свекольник. Ну, на окрошке это сильно сказано. В окрошке есть мясо, в свекольник не кладут мясо. Это окрошка для мяса. Я помню, что Наташа у нас не ест мясо. Поэтому отсутствие мяса для нее большой плюс. Мне идеально. Вот этот, а я там очень клево. У нас тут комаров вечером уже. Ух. Нет, вкусно. Вкусно? Да, мне нравится. То есть, друзьям, вегетерианцам ты советуешь, да? Ну, я тоже сейчас попробую. Я люблю мясо. Для меня изначально, меня этот суп смутило, что мяса нет. Хотя я видел в одном рецепте, по-моему, на канале Емельяненко, такой свекольник делали, по-моему, с индейкой. Пробуем. Сначала, да, окрошка на кефире. Дальше раскрывается свекла, и так приятненько. Самое главное – хрен. Очень подходит свекле. Есть даже некоторые рецепты, когда хрен подается свеклой. Поэтому здесь классное сочетание. Ну, вот мяско бы, конечно. Так перекусить, да, можно. Долго, наверное, ты не будешь идти. Но освежает, холодно. Прям. Я бы еще, наверное, кусочек льда положил. Было бы классно. Ну что, друзья. В принципе, твердая четверка. По крайней мере, я так считаю. Если рядом бутылочек с мясом, можно даже 4 с плюсом поставить. Вот. Повторяйте рецепт. Берите его на вооружение. В жаркий летний день. На даче, дома, где-нибудь приготовьте. Будет классно. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok